здравствуйте друзья и подписчики моего канала сегодня видео на тему какой горшок посадить орхидею давно хотела снять этот ролик и сегодня собрала небольшую часть орхидеи которые сидят в тех или иных горшках в тех или иных посадках повторюсь небольшая часть потому что у меня в коллекции всего около 400 орхидеи все они сидят совершенно по-разному и в разных посадках и в разных горшках в разных кашпо в разных вазах но вот самые такие простые как бы скажем и популярные так поехали первый горшок классика жанра 12 горшок тот горшок в котором продают орхидеи собственно вот обычный горшочек кстати хочу показать вот эту орхидею это орхидеи бывшая реанимашка юлии пышненко юль ты будешь смотреть посмотри какая она стала прелесть она сидит здесь посажена с 14 апреля 18 года такая вот она выросла красавица и вот я накосячила ждала ждала вот этот вот бутон должен был раскрыться я его уломала вот если называют таких случаях жене криворучка жени здесь не причем не образжение после есть такая поговорка жени криворучка вот такая замечательная орхидейка в двенадцатом горшке и она растет еще в дополнительном кашпо польском вот с такими замечательными внутри ножками видите да то есть получается горшок горшок вот таким образом и ставим замечательно она стоит полив у нее доливом то есть авто полив следующий горшок с этих горшков я начинала тогда еще не было горшков арте прозрачных это растение мукола вот она мукола вот такая вот красавица я на отдалении сижу потому что орхидеи крупные их много и вот у нее детка вот такая вот наоборот вот она детка вот такой вот горшок замечательный вот видите то есть это арте только это белый горшок с темной вкладкой сейчас я вам покажу вот черная вкладка пожалуйста здесь что только не написано мультифлора мукола посажена она в этот горшок 14 ноября 17 года и вот она так замечательно вопреки мнению что орхидеи не растут в темных горшках она растет причем это орхидея у меня не одна посажена в такой горшок у меня их естественно достаточно хватает и вот таким вот образом она растет вот в такой вот белой вкладке то есть поливается тоже она авто поливом то есть доливом воды до уровня вкладки вот такая вот красивая орхидея это вот сама мамочка цветет а вот это вот цветет дитя ее вот сейчас я вам ее покажу вот ее деточка такая замечательная настя у меня как на лифте принимает орхидея далее далее покажем вот это вот сначала да вот пожалуйста сога юкидан вот такая вот сога юкидан вот такая вот красивая орхидейка это орхидея у меня тоже от юли пышненко от моей красавицы вот они есть много видео необыкновенная один цветочек цветет на боковом ответвление достаточно крупный цветок вот такой вот очень красивый и растет это растение не маленькое причем растение чтобы не здесь не убить бы никого вот так чуть-чуть нас слушать вот в таком вот горшке ля партера или по простому как мы его называем партер вот видите вот такой вот горшочек с таким вот поддончиком здесь замечательно видно что там водичка поливается корни видно вот замечательные корни верите через горшок видно там полный горшок корней мои орхидеи очень любят эти горшки и целая куча воздушных корней вот эти вот темные корни вот эти вот это подгорели мы на солнце загорели потому что это орхидея долгое время она находилась реанимации она стояла на подоконнике вот такой вот замечательный горшочек ля партере вот я вам покажу розеточку какая большая красивая у нее розетка дальше показываю поменьше горшочек это мы сейчас смотрели 16 горшок а вот это вот горшочек поменьше это минечка сога что-то написано джин лин кофе вот такая вот красивая это горшочек поменьше я не помню какого он объема но вот для меня вот такой вот горшочек тоже портер вот такая вот растюшка замечательная прекрасно растет в этом горшочке не сказала я как поливается поливается поливаются эти растения сидящие вот в портере до лейкой вот таким вот образом то есть личку берем и вот так раз два три три четыре все вот здесь мы заканчиваем я уже как-то в одном видео показывала вот такие вот у нас замечательные корни и у нас и внутри корни и воздушные у нас корни и вот такие вот у нас замечательные цветулечки вот такого вот манипусиного размера настюш принимай далее мой красавец чармер вот он один из чармеров у меня их два этот вот голландец вот этот данном случае сейчас я его поближе покажу вот такой красивый голландец чармер видите какой нарядный очень нарядный очень яркий я и очень люблю вот с такой вот замечательный неудобно неудобно грибочки и корни ушки и вот еще у нас здесь грибочек прекрасный такой парнишка растет он в шестнадцатом горшок в шестнадцатом горшке то есть я называю двенадцатый шестнадцатый двенадцатый это 12 сантиметров в диаметре шестнадцатый это 16 сантиметров в диаметре вот этот растет шестнадцатом горшке вот смотрите ой мамочка я чуть не уронила вот смотрите видите тоже обычный горшок вот видите в таком горшке продаются большие орхидеи и вот так вот вот он замечательно в нем растет и этот горшок вставлен вот в такой вот кашпо на дне всегда вода чуть я не убила вот прям как слон посудной лавки чуть не убила ни орхидею ни себя и облилась вот видите вот так вот замечательно столик наш пустеет еще раз покажу еще разочек чармера вот он красавчик мой мальчик очень красиво весь переливается иди к настеньке далее пример посадки пластиковый кашпо в закрытую систему вот такая вот красавица полка дотс вот у нее было два цветочка вот таких вот крупных замечательное красивое растение сидит вот в таком кашпо в пластиковом видите вот до этого была орхидея а это вот орхид то есть тоже такая штучка написано орхид просто сидит с 15 мая восемнадцатого года вот в такой вот закрытой системе замечательной вот так вот у нас все замечательно она была в небольшой реанимации потому что она была куплена на флоривиле в пауценке торговый центр флоривиль садовый вернее центр само растение вот основное тяжелое она вот основное растение скажем мама и вот у нее вот такое вот дитя вот посмотрите огромная вот такая вот пристволовая детка вон листика она растит видите у нее было три цветоноса она была куплена с отсветшими цветоносами я эти цветоносы обрезала но они до сих пор не усыхают они не хотят усыхать принудительно я их отрезать не буду хочу посмотреть что у меня получится вот смотрите видите вот такой вот у нас листик здесь еще имеется вот такое замечательное растение вот в таком прекрасном кашпо вот так то есть тоже имеет место посадить орхидею далее ну одна из моих недавних посадок заодно я покажу как она подросла это мои малыши вандочки они сидят вот таких вот корзиночках это корзиночки для мелочей они продавались в Леруа сейчас их нет в Леруа Мерлен потому что пошел бум и их разобрали все можно сажать в эти корзиночки не только вот как я вандочки можно сажать и мини фаленопсисы и можно сюда сажать не знаю анцидиумы маленькие можно сажать дендрики маленькие что хотите сюда можно сажать замечательная корзиночка поливается замачиванием это растение вот посмотрите как вот это вот например подросла видите вот я ставила метки то есть вот этот листик я ставила вот здесь вот вот этот листик вот а нет сначала мы ставили здесь потом мы ставили здесь метку то есть вот он насколько вырос листик и вон у нас видите растет новый листочек все ей здесь нравится я их сначала первое время я уже говорила как то в одном из видео замачивала один раз в три дня а теперь они замачиваются малыши так же как замачивается моя большая ванда один раз в неделю висят они вот эти вот корзиночки на крючках отсюда не видно будет нет не видно вот там вот висит вот там вот висит этот висит вот там здесь еще у меня сбоку растения вот здесь сбоку еще висят там тоже на стеллаже на крючках сейчас я покажу какой крючок чтобы вам иметь представление очень удобно знаете крючок совершенно обычный тоже продаются они в леруа эти крючки вот такие вот они никелированные да какие они хромированные да вот вот такие вот крючочки и вот таким вот образом вот так вот растение висит вот видите на стеллаже то есть вот так вот оно закреплено и конечно не качается как сейчас качается вот так вот тоже имеет место быть вот такая вот посадка так далее ну вот дендробиум дженкинса вот ой я уехала вот такой вот маленький дендробиум дженкинса казалось бы блочник да его сажают все что я все качаю ногами задеваю это блочник ну этот блочник он мне подарок был подарен на зимней выставке орхидеи данилой сорокином руководителем станции юнатов в москве вот видите как он у меня сидит блочник в сирамисе сверху мох здесь вот у нас пробочка видите от вина и вот так вот он прикреплен к этой пробочке и вот так вот он вот в таком маленьком горшочке сидит и вместо тарелочки у него служит вот эта вот баночка от сметаны вот так вот я то есть он стоит по мере просыхания когда просыхает я наливаю до конца вот этой вот штучки воду и прямо мгновенно он так раз и выпивает и ничего не остается но надо следить конечно по мере просушки вот я его сегодня утром поливала поэтому он такой мокренький далее далее переходим к нашим любимым арте пластиковые горшки кашпо ой я не взяла самый маленький ну ладно в общем самый маленький так двухлитровый горшок арте но доставать не буду потому что не хочу ничего тут повредить вот такой вот двухлитровый горшок арте всем известный вот такой вот на автополиве и сидит в этом горшочке растет со 2 февраля 18 года моя красавица легата пилорик которая участвовала в прошлом году в весенней выставке орхидей в музее темирязева в москве вот такая вот она красавица вот такая вот бабочка это у нее вот новый цветонос вот этот вот вот она его растет видите какой красивый цветоносик а вот это вот у нас боковое ответвление здесь два цветочка было один уже отцвел вот такая вот красотка распрекрасница красоточка моя ну пусть она здесь стоит уже Настюша так поменьше ой продумала этот горшочек на 1,2 литра 1,2 литра это значит литр и двести миллилитров вот такой вот горшочек тоже с автополивом на ножках он многим уже известен знаком здесь сидит согу лавренс растет он в этом горшке с пятого на август семнадцатого года покупался он когда-то подростком маленьким совсем сейчас это вот такое вот красивое растение вот такой вот у него цветонос вот такой вот сога лавренс очень красивый и очень яркий то есть вот еще один пример горшочка далее переходим к закрытым системам вот вот эту тоже эти вазы многие знают мои вазы они бывают трехлитровые они бывают пятилитровые они бывают длинненькие они бывают пузатенькие ну вот я взяла вазу которая одна из моих любимых я имею ввиду модель вазы у меня есть разные еще я люблю модель называется афина она такая как высокая чаша так на закругленном дне очень красивая ваза вот такая вот тоже вот пожалуйста вот пример вазы вот здесь у меня живет мантре вот такая вот ваза для закрытой системы вазу вазу вы можете совершенно разную на свой вкус и цвет подобрать как говорится на вкус и цвет фломастеры разные как говорит моя приятельница и вот такое вот красивое цветение мантре наклонять не буду тяжелая ваза так сейчас переходим к другой модели вазы вот такая вот вазочка горшочек даже скорее для закрытой системы это не на глаз литровый вот такой вот горшочек здесь у меня сидят мои марики комарики в парной посадке то есть мини марки они были посажены седьмого июля восемнадцатого года вот в эту парную посадку это настоящие марики я конечно сочувствую тем кто хочет сейчас купить мини марков но их нет их сняли с производства есть в продаже а-ля мини марк но вот настоящих мариков уже не делают так что мне повезло я купила сразу два малыша и сразу их посадила вот в такую вот парную посадку вот мы сейчас находимся в ожидании цветения чтобы марики выпустили цветоносики периодически просматриваю их на появление цветоноса вот здесь что-то там такое появилось но я не знаю это корешок или цветоносик что-то у нас там торчит очень-очень маленькое очень такое манипусик они сами конечно не великаны вот такие вот красивые да и заключительный аккорд нашего ролика господи как недалеко тянуться приходится на это вот такая вот ваза вот эти вазы с этих ваз я начинала и в эту вазу вот такая видите цилиндр ваза цилиндр и в эту вазу у меня посажена 10 декабря 17 года легата вот такая вот ваза замечательно какие у нас камушки красивые здесь вот такая вот красавица легата вот она вот видите какая у нас красота здесь изгиб и грация вот такая вот красоточка легата как же не повернуть повыгоднее вот так я надеюсь вам видно вот такое вот чудо также есть у меня посадки в глиняные горшки разных размеров также у меня есть посадки еще есть такие аля я не помню какая фирма аля арте такие плотные горшочки розовые и голубые еще у меня есть керамика еще у меня есть стекло стаканчики кружечки чашечки и прочие предметы обихода ну в общем знаете вот просто иногда вопрос какой лучше а вы знаете это вам решать вот правда решайте сами думайте сами решайте сами как вам кажется ну как можно навязать свое мнение говорить например сажайте только в арте или сажайте только в двенадцатой горшке или сажайте только в закрытую систему нет дорогие мои решать только вам ой какой гриб вырос маленький вот он я сейчас его увидела смотрите какой гребет ролик прервался камера как всегда пишет что это старая моя камера что превышен лимит придется на этом закончить свой ролик на этом я буду с вами прощаться желаю вам крепкого здоровья и всего самого доброго до свидания дорогие мои всегда ваша Бокова Наташа